ЧП в Москве из-за прорыва дамбы затопило Тушинский тоннель, одной из главных автомагистралей, которая связывает центр города с северо-западом. Отрезанными от своих домов оказались тысячи людей. Пока спасатели и дорожные службы пытаются ликвидировать аварию, российские автомобилисты задаются вопросом, почему деньги, которые город получает за платные парковки, не тратят на поддержание дорожной инфраструктуры. Перед Новым годом цена на парковку в Москве выросла в семь раз, а за ее неоплату с сегодняшнего дня штраф увеличился вдвое. Светлана Карульская о том, как машина и средства передвижения превращается в роскошь. Дорогая моя столица, золотая моя Москва, теперь это не только одна из вариаций гимна главного российского мегаполиса, но и песня, из которой слов не выкинешь для шести миллионов автомобилистов, которые ездят по этим дорогам и иногда паркуются. Остановка по требованию еще в декабре прошлого года в центре Москвы подорожала в среднем в семь раз. Больше платят только в Лондоне. После новогодних каникул ровно вдвое вырос и штраф за неоплату парковки. Разгрузить город и снизить трафик – стратегическое цель нововведение. К их реализации московская мэрия приступила пять лет назад. Сейчас в центре Москвы нет ни одной улицы, где можно бесплатно оставить машину. Но раньше цены, говорят автовладельцы, были терпимые. В среднем доллар полтора в час. Теперь почти шесть. Вместе с этим отменена свободная парковка по воскресеньям. До пяти минут сократилось время бесплатной стоянки перед началом оплаты. Не успел справиться с программой штраф. Чтобы было понятно, на эти деньги в России сегодня можно купить сто десятков яиц, 66 литров молока или 120 буханок хлеба. Грабительский абсолютно и не обоснован. Чем обоснован? Тем, что я не понимаю, совершенно не понимаю, почему земля тех же москвичей используется вот таким образом. У кого-то спросили. Вот эти вот грабительские 380 рублей далеко не предел. То есть в перспективе уже предсказывают и тысячу, и полторы тысячи рублей за час. То есть в Москве на сегодняшний день парковка вот в этих районах – это одна из самых дорогих в мире. Повысить тарифы и увеличить штрафы властям, которые, к слову, имеют собственные бесплатные парковки, предложили ученые. По их словам, дело в исследовании транспортной обстановки в Москве. Вывод – существующие цены автовладельцев не сдерживают и город от пробок не избавляют. В центре Москвы теперь после вступления в силу новых тарифов и правил должно освободиться от 10 до 20% парковочных мест. Мало мест, мало. Очень хорошо. Как я буду делить этот дефицит? Ценой, ребят, не шли. Ценой. Ничего другого человечества не придумано. Мера, связанная с платной парковкой в центре города, бесспорно, тривиально, очевидно. Ничего другого не придумано. К этому привыкнем. Подумаем о чем-то более радикальном. Российские автомобилисты готовятся к активному сопротивлению росту тарифов. Они пишут петиции и приводят в пример работу с парковочным пространством в других странах, в Беларуси в том числе. В Минске, например, есть гибкая система оплаты в зависимости от времени, от большей суммы к меньшей. Инспекторы парковки могут всегда оказать помощь в работе с приложениями. А тут еще и бензин в республике подешевел. А вот в России топливо напротив подорожало. И в общем ждать снижения платы за пользование личным автомобилем здесь все-таки не приходится. Москва хочет пересадить в общественный транспорт до 80% жителей, как в СССР, когда был один автомобиль на 10 человек. Уже сейчас, например, идут разговоры о повышении стоимости услуг эвакуации. Все это маршруты, следуя которым машина в Москве все больше становится роскошью, а не средством передвижения. Светлана Корульская, Светлана Червдарь. Наши новости. Москва.